для чашелистиков возьмите проволоку 0 3 диаметра желательно в цвет бисера зеленый но у меня к сожалению такого цвета нету я использую обычную серую стандартную отрежьте от катушки где-то сантиметров 40 дам думаю будет достаточно и и наберите на проволочку две бисеринки или две рубки проволоку складываем вдвое пополам сравниваем концы по серединке оставляем одну бисеринку одну бисеринку отставляем и свободным концом проволоки и бисеринка у нас в свободном полете так скажем проходим через первую бисеринку в обратном направлении вот так и затягиваем так чтобы вот эта свободная бисеринка оказалась посередине два конца проволоки были на одном уровне и вот так получиться должно дальше на один из концов проволоки нанизываем бисер длиной 2 сантиметра а на другой конец проволоки нанизываем 2 сантиметра плюс 1 бисеринка или плюс 1 еще одна рубка вот так получается теперь там где у нас два сантиметра бисера на одной из сторон проволоки этим концом мы проходим через одну бисеринку которая была нанизана на другом конце то есть вот таким образом мы пронизываем и затягиваем получился одна такая петелька теперь на каждый из концов проволоки нужно проплести еще по два таких лепестка для этого нам нужно нанизать на один из концов проволоки бисер или рубку вот такое количество чуть чуть меньше чем петля на этом уровне также оставляем одну бисеринку и через вторую здесь вот так проходим в обратном направлении вот так и затягиваем набираем еще небольшое количество бисера чуть меньше нужно оставить чем на предыдущей стороне свободный конец провести через последнюю бисеринку у основание вот так в обратном направлении получился еще один лепесток ну и таким образом нужно проплести еще три лепестка что получилось пять таких листиков так вот такой вот чашелистик в должен получиться и нам понадобится таких еще два чашелистика один непосредственно для самой розы и два чашелистика для бутончиков далее нам нужно сплести листики для розочки для этого возьмите проволоку 0 4 диаметра желательно также под цвет листьев зеленого цвета вот нужно от катушки отрезать проволоку длиной около 30 сантиметров 25 будет достаточно и я буду использовать также зеленую рубку и вот такого цвета еще рубка выделяем как обычно на осевую и рабочую проволоку из этого кусочка вот скручиваем вот так и прокручиваем как обычно делаем прокруточку вниз и отрезаем петельку у основания тем самым удлиняя хвостик на осевую проволоку нанизываю две рубки зеленого цвета и на рабочую проволоку также нанизываю бисер этого же цвета проплету одну пару дуг заостренный вверх округлый низ продолжу плести вторую пару дуг этим же бисером оставшийся бисер убираю и набираю светлый цвет рубки и закончу вторую пару дуг также остатки убираю третью пару дуг продолжаю темным цветом плести лишнее убираю и также эту сторону продолжаю плести светлым оттенком заканчиваю третью пару дуг такой лепесточек должен получиться оставшуюся проволоку до конца прокручиваем осевую проволоку отрезаем и загибаем на изнаночную сторону на одну веточку нам понадобится три таких лепесточка теперь нужно эти три лепестка соединить в веточку для этого один лепесточек прикручиваем сбоку по отношению к другому это вот на таком уровне и из другого бока прикручиваем еще один лепесточек прикрутили получился вот такая веточка теперь вот это ножку сантиметра на 3 нужно дать тейп лента зеленого цвета такая веточка должна получиться на розу в колбе нам понадобится четыре таких веточки так давайте соберем также бутончики возьмите один бутончик один чашелистик один конец проволоки чашелистика обматываем вокруг основания бутона в одну сторону и второй конец проволоки чашелистика обматываем вокруг в другом направлении распределяем чашелистики и закрываем бутон проволоки между собой скручиваем и также где-то на сантиметра два скроем ножку тейп-лентой такой вот он получается то же самое проделаем со вторым бутоном теперь давайте соберем полностью цветок я взяла вот такой вот стержень длиной 20 сантиметров но впоследствии может быть мы его укоротим когда будем помещать розу в колбу вот берем стержень и берем розу и слегка примотаем к стержню два-три оборота не до конца проволоку потом обрежем теперь вот это место нужно замотать тейп-лентой так вот эти проволочки от розы лишним берем чтобы ножка была такая толстая и проволока на фоне не выделялась прокрутим до тех пор где заканчивается проволока то что здесь просвечивает проволока ничего страшно дальше все равно нам нужно присоединить чашелистики присоединяем точно так же как и у бутона проволоку от чашелистика можно побольше замотать чтобы цветочек не ходил худуном лишнюю проволочку также удаляем теперь дальше возьмите прям побольше тейп-ленты сначала маскируем вот эту проволоку от чашелистика тем самым еще раз уплотняя укрепляя сам цветок на стержне замотаем здесь а где-то сантиметра полтора дальше бутончики и сами листики вот эту проволоку нам нужно лишнюю убрать потому что она будет утолщать цветка убираем оставляя хвостик где-то сантиметра два с половиной три головку немножко сгибаем и в этом месте в этом месте прям вплотную присоединяем листики вот так прям не бойтесь пусть она прям по плотнее будет сидеть зато она хорошо залезет в колбу и не деформируется дальше возьмите бутончик один тоже так откинаем ее его и присоединяем там вот здесь вот прям поближе поближе немножко промотали спустились вниз далее сажаем еще одну веточку расстояние между эту веточку сажаем посередине стержня между бутоном еще одной веточки чтобы он смотрел на нас со стороны бутона также где-то сантиметр от предыдущей веточки сажаем присоединяем еще одну веточку и старайтесь так чтобы ли она была более плотно присоединена стволу к стержню каждая веточка каждый бутон оставляет здесь где-то 0 8 даже меньше сантиметра это очень важно при посадке в колбу далее присоединяем бутон точно таким же способом только уже в противоположную сторону это вот на этом уровне присоединили вот так получается и дальше еще одна веточка которую мы сажаем вот на этом уровне то есть напротив бутона где-то обматываем ножку до конца ну вот такая роза получается кончик розочки я загнула в виде петельки таким образом чтобы розочка стояла теперь давайте займемся колбой и и нужно протереть ватный диск нанесла борный спирт можно любой другой спирт и изнутри нужно ее хорошенько протереть и снаружи протереть полностью по обезжирить все царапины все пылинки убрать подставку тоже протрем и вытрем бумажным полотенцем чтобы она блестела и особенно изнутри протерли даже ничего страшного если вы здесь еще пола пойти потом это все равно протрется нужно значит расположить розу ровно посередине вот так в центре для чего мы делали вот эту вот и петельку это будет опорой листики все поднимите расправьте так как вы хотели бы видеть свою работу в колбе уже готовы можно примерить вот таким образом смотрите у меня немножко задевают листики у меня колба немножечко задевает края листьев чашелистиков деформирует поэтому я немножечко их вот так вот загибаю чтобы старались чтоб стенки все-таки меньше касались а цветка розочка стоит я нашла центр тяжести чтобы она ровно стояла вот ее теперь нужно приклеить я клеить буду и вот на такой супер клей но в принципе можно и горячим пистолетом и и приклеить про заливаю здесь погуще на горячий конечно пистолет было бы немножечко попроще но у меня закончились стержни клеевые так что я клею на то что у меня есть дома вот находим середину чтобы цветок ровно посередине находился розочку приклеила и и вот сюда приклеила еще искусственный мох вот в принципе здесь можно сезаль приклеить можно задекорировать какие-нибудь камушками ну то есть все что у вас будет под рукой теперь я убедилась что все у меня в порядке и ответственный момент накрываем колбой розу закрыли боль меньше устраивает то можно закручивать еще раз можно и протереть от пальцев ну вот друзья такая работа у меня получилась к этой розочки я сделала еще одну делала их в подарок если вам понравилась моя работа ставьте лайки подписывайтесь на мой канал кто еще не подписан а также нажимайте колокольчик чтобы не пропустить следующие видео и переходите по ссылочке в описании под этим видео на мой второй канал там вас ждет также много очень интересных работ всем удачи пока пока а а а и и и и и